Девятилетняя иркутянка Снежана Халитова борется с последствиями детского церебрального пролича. И сейчас семье девочки необходимы деньги для продолжения реабилитации в Москве. Эффект от процедур уже есть, а вот как помочь, знает Алена Шагаева. Мы включаем Моцарта для детей, именно развивающая музыка. И вот я ей включаю, и возле нее всегда ставлю планшет. Держи. Музыка для Снежаны словно возможность диалога с мамой. В свои 9 лет девочка так и не смогла заговорить. Еще в младенчестве ее стали мучить приступы эпилепсии. Снежана почти не развивалась, и позже ей поставили диагноз ДЦП. Сказали, что ваш ребенок будет развиваться позже, чем все остальные дети. То есть позже пойдет, позже сядет, позже заговорит. Ну, первый год, полтора, мы даже и не понимали, что это такое. Но к трем годам уже начали осознавать, что не только не сядешь, но и пойти, конечно, нам, наверное, будет и не суждено. Но потихоньку привыкали, боролись как-то с этим. Взять эпилепсию под контроль удалось в 2015 году. И тогда начались длительные периоды реабилитации. Так уже дважды Снежана проходила лечение в Московском институте медицинских технологий. У девочки уменьшилась тянутость мышц, улучшилась моторика. Она стала подвижнее. Кроме того, сохраняется ремиссия по эпилептическим приступам. И лечение нужно продолжать, уверены врачи. Мы проведем обследование. При необходимости скорректируем противосудожную терапию. И также проведем курс реабилитации, направленный на коррекцию тонуса мышц. Развитие мелкой моторики, в том числе рук. Будем улучшать речевое развитие. Также улучшим психоэмоциональное состояние Снежаны. Лечение в столице стоит почти 198 тысяч рублей. Для семьи такая сумма велика. У Снежаны есть еще маленькие брат и сестра. Часть средств на лечение уже собрали читатели сайта Русфонда. Не хватает 171 тысячи рублей. Помочь девочке можно, отправив СМС со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Также можно воспользоваться другим способом перечисления средств на сайте русфонд.ру Мне очень ей нравится.